Друзья, всем привет! Я хотел вас пригласить и рассказать вам о таком потолочном мероприятии, как потолок Пати Азия. Но прежде чем мы с вами посмотрим видео от организаторов о том, как будут проходить мастер-классы, как будет проходить чемпионат, да, там будут соревнования, будут призы, а что вам нужно будет для участия в этом мероприятии, для участия в соревнованиях, это мы посмотрим чуть позже. А сейчас я хочу обсудить одну важную часть, потому что вам необходимо будет не только посетить и приобрести билеты на само мероприятие, но это же еще будет дорога, это будет проживание, и вот об этом я вам сейчас немножко расскажу. Вообще в Казахстане цены достаточно демократичные, в городе Алматы я не был, но посмотрев по ютубу я прям захотел посетить этот город, там офигенно, много есть куда сходить, и получилось бы у меня поехать с семьей, я бы с удовольствием поехал бы туда на машине. И вот тут как раз мы с вами обсудим саму дорогу. Можно ехать, конечно, на поезде, можно ехать на самолете, точнее лететь, можно ехать на машине, но билеты, если вы поедете на поезде или на самолете, вам лучше приобретать именно в казахстанских компаниях, потому что компании из России, они достаточно сильно завышают цены, то есть вам нужно на казахстанских сайтах приобрести билеты, то есть либо на поезд, либо на самолет, цены там очень демократичные, я бы сказал, но проблема состоит в том, как оплатить, потому что российские карты там не принимаются, то есть вам нужны какие-то знакомые в Казахстане, которые вам это оплатят, то есть они оплатят, а вы им деньги потом перечислите. Что касается денег, то раньше это можно было использовать карту МИР, сейчас нельзя, можно было переводить золотой короной деньги, сейчас, я так понимаю, тоже это нельзя, но я переводил Юнистрим. В любом пункте выдачи Юнистрим вы можете получить деньги в Казахстане, то есть вы отсюда отправляете рубли туда себе, главное выберите валюту, тенге, чтобы у вас не получилось, что вы выбрали рубли, и вы там получите рубли, да, то есть надо брать тенге и не будет проблем, вы туда приедете в Казахстан, получите деньги местные и все, ими, собственно говоря, будете рассчитываться. Квартиры и жилье тоже достаточно недорого стоят, если вы едете компанией, можете снять квартиру, либо можете снять хостел, то есть квартиру я смотрел, по-моему, двухкомнатную, дней на пять, всего 1100, ну, 1100 тенге, это делим приблизительно на 5, то есть 20 тысяч рублей, в принципе, не такая великая сумма, хостел, естественно, выйдет еще подешевле. Также, если вы поедете семьей, если у вас совпадает отпуск, то это вообще прям классная идея, я говорю, жаль, что у меня не получится, дети еще учатся, а так с удовольствием махнул бы на машине семьей. Бензин там дешевле, дороги там хорошие, много платных дорог, но не бойтесь, платные дороги, это не у нас в России, там, по-моему, один километр стоит один тенге, то есть вы 400 километров проехали, это будет 400 тенге, делим на 5, всего лишь рублей 70, ну, то есть вообще ни о чем. Если вы поедете толпой на машине, это выйдет вам достаточно дешево. Кстати, сейчас обсуждается третий день потолок пати Азия, то есть вообще он проходит два дня, 27 и 28 мая, но обсуждают еще третий день, если соберется группа людей, то сделают экскурсии по красивым местам Казахстана, а там посмотреть есть что, поэтому, друзья, пишите, поедете вы или не поедете, может, на следующий год махнете, и также пишите свое мнение, если вы поедете по третьему дню, интересно вам это или нет. Опять же говорю, блин, вот семьей было бы классно отдохнуть. А теперь давайте переходим к видео, которое сделали нам организаторы всего мероприятия. Привет, друзья! Десять дней назад мы анонсировали проведение потолок пати Азия в Алматы 27-28 мая. Началась подготовка, продажа билетов, появились вопросы, и на основании наиболее часто задаваемых вопросов мы решили снять серию коротких обзорно-информационных роликов о потолок пати Азия, для того, чтобы вам было легче и понятнее ориентироваться, что, где, почем, когда и почему. Это видео первое в этой серии, и в нем мы поговорим о видах билетов на потолок пати Азия. Мы предлагаем всего три вида билетов, это болельщик, боец и профи. Начнем с наиболее доступного вида билета – болельщик, стоимостью всего лишь 10 тысяч в тенге, причем 200 первых из них мы предлагаем бесплатно. Обладатели этого билета имеют доступ к первому дню, 27 мая. Следующий билет – билет-боец. Это билет для тех, кто выставляет команду на чемпионат на соревнования. Команда – это два человека. Соответственно, чтобы участвовать в соревнованиях, необходимо приобрести два билета боец. А причем боец может пригласить на первый день одного болельщика бесплатно. Таким образом, покупая на команду из двух человек два билета боец, вы получаете два билета болельщик бесплатно. Соответственно, болельщик посещает только первый день, а боец еще и второй. И, наконец, третий вид билета – это профи, стоимостью 60 тысяч в тенге. Профи, как и боец, посещает оба дня мероприятия, но в отличие от бойца, он сам непосредственно не участвует в соревнованиях, а лишь наблюдает за ними. Для того, чтобы заказать билеты, необходимо оставить заявку на сайте потолокпати.кз. Заходим на сайт, нажимаем «Хочу на потолок пати», либо, попадая в категорию билетов, выбираем билет, оставить заявку и заполняем форму. Затем с вами свяжутся, и после оплаты вышлют электронный билет. 27 мая, через часов утра, начнется регистрация. Затем открытие, и ближе к обеду структует чемпионат, который продлится до самого вечера. А сначала будет показана домашка, затем два задания, одно на ПВХ, другое на ткань. Параллельно с чемпионатом будет проходить выставка поставщиков, вы можете ознакомиться с их продукцией, поучаствовать в конкурсах и выиграть один из призов. А вечером объявят победителя, будет церемония награждения, и будут проданы призы. 28 мая будут проведены мастер-классы разных уровней, как для начинающих, так и для состоявшихся мастеров. Для менеджеров и руководителей будут показаны технологии, которые только набирают тренды, и знание которых даст им конкурентное преимущество. Это день для тех, кто стремится стать лидером своей области и нацелен на всестороннее развитие. Будут затронуты аспекты продвижения, вопросы организации компании, запланированы дискуссии и обмен опытом. Вот это площадка Even Space. Вот она за нами. Мы на пати, ребята. Сзади меня находится вход ТРЦ Форум с улицы Сейфулина. Погнали! Сейчас мы на первом этаже, и нам предстоит подняться на пятый по лифту или по эскалатору. Но есть и более короткий путь. Сейчас покажу. Поехали! Там находится улица Тимирязева, а за моей спиной сеть кафешек. Ну а там основной вход. Вернее, не основной вход, а вход, который с улицы Тимирязева. Вы знаете, что примечательно? Мы попадаем сразу на третий этаж. С правой стороны находится лифт. Лифт третьего на пятый этаж. Even Space. Именно эта площадка нам нужна. Итак, мы входим из лифта, и сразу справа... Вот она, эта дверь. Эта дверь на потолок пати. Для участия в соревновании вам необходимо выстроить команду из двух человек и предоставить домашнее задание. Всего вам предстоит выполнить три задания. Первое, это домашка, которую вы приводите с собой. Второе, монтаж ПВХ. И третье, монтаж ткани. Какие требования проявляются к домашнему заданию? Будут оцениваться всего два параметра. Это креатив, то есть ваша задумка, и качество сборки. К размерам особо требований нет. Это может быть настольный сувенир. Главное, чтобы была интересная задумка, и чтобы он был собран из потолочных комплектующих. Следующее задание, монтаж ПВХ. Вам будут разданы задания в виде проектов с размерами и предоставлены кабинки 2 метра на 1,70 метра и высотой 2 метра. Такое же пространство вы можете использовать перед кабинкой для обработки профилей. Сначала вы устанавливаете профили, поднимаете руку, к вам подходит судейская бригада, оценивает качество сборки, и лишь затем вы приступаете к натяжке, которую также будет оценивать судейская бригада. Время на выполнение задания 2 часа. На выполнение задания из ткани также отводится 2 часа. Оцениваться будет в первую очередь качество, и лишь во вторую скорость выполняемых работ. А имейте в виду, что помимо качества и скорости, также будет оцениваться ваш внешний вид и аккуратность работ на площадке. То есть, другими словами, культура работ и соблюдение техники безопасности. Какие инструменты вам понадобятся на площадке? Ассалам алейкум, друзья потолочники. Краткое описание для участников чемпионата. Инструменты из электро. Торцовка. Ящик для вот этого всего. Фен с длинным шнуром. Болгарка. Шерповерт. Паяльник. Пайка. Дырокол. Если нет дырокола, можно использовать сверла. Очки защитные. Салфетка влажная. Перчатки обязательно. Шприцы. Скотч малярный. Скотч фольгированный. Двухкомпонентный клей. Клей обычный. Шпатель для ткани. Шпателя для ПВХ. Ножницы. Ножницы для горкуна. Точилки. Угол 90. Рулетка. Молоток. Третья рука. Оббивной шнур. Маркер. Черный-белый. Ножик. И для керамогранита сверла. Кому как удобно. Так что желаю, ребята, всем удачи, победы. Встретимся на патии. Уважаемые мастера. Вернее, бойцы. Именно это слово наиболее точно характеризует участников чемпионата. И для того, чтобы принимать участие в соревнованиях, необходимо обладать поистине бойцовским духом. Многие мастера, многие известные мастера проходили испытания чемпионатами. Это наш Еркан, это и Иван Журавлев. Чемпионат это прекрасная возможность проявить себя и получить известность и признание. Так что дерзайте, записывайтесь на чемпионат и желаю вам удачи. Ну вот, друзья, я надеюсь, вам стало более понятно, как и где будет проходить потолок пати Азия. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть несколько кадров, как это проходило в прошлые годы. И увидимся на потолок пати Азия. До новых встреч. Всем привет, меня зовут Михаил, город Новосибирск, компания НАПА. Я в Казахстане первый раз на мероприятии. В прошлый год не получилось приехать. Все супер, очень нравится организация, конкурсы, панельки, спонсоры. Все супер, приеду в следующий раз, если позовут. Всем привет, меня зовут Козлачков Валерий, компания Потолочный спецназ, город Коломна, Московской области. Находимся на данный момент мы на мероприятии потолок пати, которое проходит в Казахстане, город Алматы. Мы на потолок пати уже не первый раз, но в данном случае мы не только показываем мастер-классы, но еще участвуем в студийском составе. У нас сейчас этап бригадного монтажа. То есть первый этап был одиночный монтаж, а вот сейчас заканчивается бригадный монтаж. Оцениваем ребят по критериям. И знаете, вот в этот раз главным критерием у нас стоит качество. Если раньше это все работало больше на скорость, на закрытие, в этот раз мы оцениваем больше качество непосредственно и стыковки профилей, и установки полотен, чистоту на рабочем месте, соблюдение техники безопасности при работе с любым оборудованием. То есть в целом мероприятие приобретает такой, ну, больше технический аспект с уклоном, повторюсь, опять же на качество. На мероприятии присутствует достаточно много команд. Заявлено было чуть больше, по-моему, 20. Из них осталось 12, но это тоже немалое количество. И приходится нам потрудиться, да, чтобы дать все-таки объективную оценку, потому что все стараются. Кто-то переживает, кто-то уже, в принципе, не первый раз участвует, и мы стараемся ребятам всячески помочь. Очень интересно увидеть на таком мероприятии представителей компаний по инструменту. Вот, в целом мероприятие достаточно, так скажем, на высоком уровне. Вот, нам есть с чем сравнить, потому что мы уже с 2015 года посещаем это мероприятие, и видим динамику развития все-таки все выше и выше, как говорится, по ступеням поднимается организация всего мероприятия. Вот, с каждым годом становится все лучше и лучше. Продолжение следует...